Всем привет! С вами Эдгар, вы на семейном канале. Сегодня будет распаковочка и обзор компьютерного стола, который я купил для своего сына. Но в итоге я тут обдумал и поставлю, наверное, его себе, потому что это будет намного удобнее. И по ширине чуток нам не подошло для детской комнаты. Но в итоге я понял, что не зря заказал и буду обустраивать себе комнату. Так что выглядит следующим образом. Раз, два, три, четыре. Четыре вот такие коробочки. Сейчас я их распакую и попробую это все дело собрать. А потом скажу, каково собирать компьютерный стол. Итак, я распаковал. У меня есть моя новая дрель Bosch, которую я, конечно же, буду применять. Шуруповерт, чтобы сделать дело быстрее. Как вы видите, все это дело раскидалось по всей квартире. Я думаю, что если человек умеет собирать это все дело, то ему не нужно так раскидывать, конечно, по всей квартире. Для специалиста нужен маленький пятачок, он все это соберет. Но я не специалист. Это обычный стандартный влог. Я просто любитель, так сказать. Поэтому я все это дело разложил, чтобы мне было удобно для понимания сборки. Есть инструкция. Сейчас я буду по этой инструкции собирать данный компьютерный стол. Я думаю, что в следующий момент вы уже увидите. Вот именно здесь будет собранный и уже установленный стол. Смотрите дальше. Половина работы уже сделана. Теперь я уже дошел до столешницы. Вот как вы видите, верхняя часть уже собрана. И, наверное, следующий рывочек будет столешница и нижняя часть. И в итоге я все это дело соберу. Так что смотрите дальше. Такой вот получился у меня компьютерный стол. Даже, можно сказать, шкаф. Не совсем просто компьютерный. Вот мой компьютерный стол. Выглядит таким образом. Это я заказывал из Икеи. Но здесь, как вы видите, неудобно поставить все некуда. Все валяется. И вот этот момент мне не очень нравится. А здесь же, посмотрите, сейчас у меня есть полочки. И то я сейчас еще не до конца все это дело собрал. Есть четыре полки. Здесь можно просто компьютер, если нужно будет, поставить. Тут полочка есть. Здесь еще сколько полок. Здесь выкатывается. Тут я еще не дособрал. Будет закрываться какой-то из них. Можно закрыть. И здесь стеклянная еще полочка. Но мне уже очень нравится. Такое нормальное рабочее место будет. Так что смотрите дальше. Итоговый результат. Что у меня получилось. Вот такой вот компьютерный стол. Мне очень нравится. Вместился мой iMac. Вместились все гаджеты, которые мне нужны для работы. Теперь есть у меня местечки для дополнительных принадлежностей. А также у меня скоро будет специальный компьютер для майнинга. Его я вот как раз таки закину вот сюда поставлю. Все очень удобно сделано. Тут я так еще между делом полочки позакидывал. Всякую мелочевку. До этого все где-то лежало. Я постоянно что-то искал. Теперь это не нужно искать. Тут есть такое стекло. Открывается. Тоже дополнительные полочки. Есть еще вот такое вот дело. Я тут уже позакидывал всякую мелочевку. Так что все очень удобно. Мне нравится. Особенно ширина вот стола. Как вы видите компьютер стоит. Клавиатура. Еще куча места. Спокойно можно расположиться. Это у меня диск внешний на 5 терабайт. Я лично одобряю. И мне очень понравился цвет. Выбирайте именно вот такой цвет. Может быть камера не передает. Вот как-то настоящий цвет, который вы будете видеть своими глазами. В действительности очень красивый цвет. Может здесь показаться чуть желтоватый. Но в реальности он идет такой светлый. Это у меня еще лампочка такая. Цвет не очень. Очень приятный цвет. Качество мне понравилось. Вот такие вот есть ящички. Четыре ящика. При этом вот эти ящики в запасе еще шли белого цвета. Вы могли выбрать белый или черный. Это уже на ваше усмотрение. Но я думаю, что здесь сочетается вот черный цвет. Красиво смотрится. Чтобы не было слитно. Также хочу заметить, что вот этот стол собирается как на левую сторону, так и на правую. Все вот это, вот эти верхние полки и вот эти нижние, они могут собираться с правой стороны. Все переносит. При сборке есть документация, есть чертежи по левой сборке и по правой. Мне на данный момент чисто вот левая сторона удобно. При этом здесь есть некоторые такие моменты. Вы можете корректировать. Например, здесь в комплекте есть еще дверка. Вот тут. Вот тут. В принципе, эти дверки можно ставить куда угодно. Вы здесь можете их открывать. Я не стал эти двери ставить. Вот пока. Ну, потому что мне так удобнее. Я не хочу здесь дверки. Но в комплекте они идут. И при заказе я хочу порекомендовать обратить на это внимание. Вам нужны эти дверки или нет. Так что можете укомплектовываться без этого. Также еще такой момент. Если у вас, например, iMac и не предвидится обычного там ПК с блоком, то в принципе вот эти вещи тоже не нужны. Но с другой стороны очень удобно. Я вот сижу, когда зима, ноги здесь будут. И у меня ноги не будут мерзнуть. Но мне и сейчас нужно. У меня будет как раз маленький такой блок для майнинга. Кто знает, не знает. Очень удобное местечко. Если у вас ПК, не моноблок там, то вот, пожалуйста, хорошее место. Нормально проводятся вот эти проводки. Также, если захотеть, можно оставить вот эту часть. Если не хотите, там два болтика. Вот это убирается. Здесь еще больше места остается. В общем, такое лего, которое вы можете под себя все корректировать. И вот этот момент мне очень понравился. Так что, кому нравится данный стол, можете посмотреть в описании этого ролика. Есть ссылочка. Переходите на сайте. Очень много всего есть. Заказывайте. Радуйтесь жизни. Делайте себе рабочее место удобнее. До этого у меня все было где-то как-то, блин. Вроде с IKEA стол купили, поставил. Вроде чистенький, беленький столик, да. Но вот не хватает мне места. Вот это так меня обламывало. Просто вот жесть, как меня все это обламывало. Потому что, когда вы покупаете, да, вот я вот купил iMac, думаю, поставлю Mac, клавиатура, мышка и все. И чистота, и больше ничего не надо. Ну, как вот не надо? Вот есть опять терабайт, блин, внешний диск. Есть вот такой переходничок для всяких USB. Наушники. Вот этот стабилизатор. Вот эти все вещи. Это все должно подключаться. Принтеры, какие-то дополнительные вещи. Мелочевка, всякая фигня. Видеокамеры там, блокнотики со всеми моими паролями, да. И тут еще не все. Я еще не успел все поставить. В итоге, получается, если у тебя просто обычно ровный стол, у тебя весь стол забит какой-то фигней. Или где-то ты это ложишь, и нужно постоянно оттуда доходить. А так что-то делаю. Вот так раз протянул руку. Взял ручку. Вот средство, чтобы почистить компьютер специально. Вот для Mac, для телевизора. Кажется, флешки лежат. Так что, ребята, теперь у меня офигенное рабочее место. Это Ficardos. Мне очень нравится. Пишите, что вы об этом думаете.